Спасибо за подписку. Какие вы вообще молодцы? Вот надо мне написать назвать это. Я не могу просто. Класс, класс, класс. Привет. Это он? Я не... Как это называется? Кто? Ну, типа... Она обычно себя называет... Короче, вы знаете про Чики-Пики? Я на нее... Ну, на их подписан в Инстаграме, в ТикТоке... Ой, в ТикТоке. В ТикТоке я вечно путаю, где они. И в Телеграме. Блин, они вот... Вообще такие смешные, такие прикольные на самом деле. Это вообще... Честно, я смотрю и просто ржу не могу. Вот реально. Это настолько вот... Я иногда, блядь, не понимаю. Они реально настолько выкладывают свою жизнь полностью. Там же просто... И стыд и срам. Я не знаю, там, что творится. Как они бьются. Я не знаю. Сейчас появилась какая-то у них новая девушка в семье. Типа, мол... Ну, я думаю про эту новую девушку, то что... Она... Нифига себе. Решила как-то познакомиться и поднять на их хайп. То есть, как-то мне так кажется. Ну, типа, кто она и что она, я не знаю. Лера. Ну, такая симпатичная девушка. С монголом? Да. Это он его вразумитель решил? У-у-у. Двоем. А, Баландик, это ужасно. Позже. Мы из Гомеля, Гомель. Вот. Так вот и живем, люди добрые. Лера, давай мне майку длинную. А мы... Подожди, я тоже пойду без... Так мало, да? Почему? Почему? Я не делаю себя. Иди в третий. В штанах пойду, да? А вы сколько заканчиваете свои приметы? Не знаю, но у меня людей 43 смотрят. Ну что? Ну я хочу с ними совсем пообщаться. Ну, да. Ну люди-то хорошие. Если отнять... Ну что, ты будешь? Что ж, ты штанки-полоску. Привет, привет. А вообще, я девушка интеллигентная. Добрая совесть. Ну, совесть не всегда играет, конечно, честно. Честно, есть, есть, Лера. Смотря совесть под чем ты думаешь. Ну, типа, она же по-разному проявляется. Понял? Ну вот, сегодня я уступила вместо бабушки. Она была с палочкой. Вот, кстати, тема про бабушек, да? Вот, у меня уже 61 человек смотрит. Вот, знаете, вот когда вот бесит сильно... Спасибо за подписку. Гомель, Гомель. Да, губы я буду качать себе. Буду. Буду. Ну, сейчас. Знаете, что бесит? Бесит то, что... Когда... Спасибо за подписку. Бедная твоя соседка. Реально, реально. Спасибо за подписку. Когда ты сидишь в автобусе, да? Ты сидишь сам уставший после работы. Даже, в принципе, неважно. Вот. Спасибо за подписочки. Спасибо. И... Ну, да. Видишь, что пожилой человек. И ты уступаешь ему место, да? Думаешь, блин, вот... Она, знаешь, бабушка, допустим, там, или дедушка поблагодарила тебя. Сказал, что тебе спасибо, вы такая добрая девушка, хорошая. И ты, знаете, ты такой думаешь, блин, ну, блин, не зря все-таки уступил, да? Человеку помог, ну, там, как бы он устал, там, ноги болят твои. Ну, да. Коё нахуй надо твоя там... А бывает такое, когда ты сидишь, и какой-нибудь дед-пердед нахуй одет. Блядь. Такой гадкий. Или бабка тоже самое. Который ты даже жалеешь, и ты так уступил место. Потому что такой негативный человек попадается. Вот просто вот негатив и плещет. Я серьёзно. И думаешь, да чтоб ты стояла бы. Вот. Реально такое бывает, да. Либо ты сидишь, а она... Да, я сяду. Типа, что? А у меня что, блядь? Нет, не прошло. Ну, короче. Мы на улицу. У нас там тоже Wi-Fi жилове, да? Нет, блядь, Лера. Ну, ты, я говорю, то, что... У нас же вообще деревня, ничего не важно. То, что нужно всегда быть добрым человеком, да? Даже независимо от какого... Ну, род... Чего? Возраст, не имею в виду. Хотя, с другой стороны, я замечаю, что наше время, оно как-то более воспитанное. Лер, ты меня игноришь? Я так пойду. Вот. А не старое поколение. Ну, потому что у нас сейчас поколения развиваются очень странно. Мы отличаемся друг от друга. Лер, ты что оденешь, дура? Чего? Лер, ты дура? Ладно, накину что-нибудь, не успокойся. Пошли. Она мечтает обалдеть, но... Ну, Лер, ну, пошли. Ну, просто, я имею в виду с того, что, реально, бывают такие, когда такие люди, что мне даже шпротина становится. Я думаю, блин, ну, как так? Вот реально, как вы таким можете быть? Я, когда добрый, очень человек... А зачем ты с собой будешь? Ты там хочешь лакинуть? Нет, я не могу такого. Я не из этих процентов. Я знаю, что вы хотите.